Начнем сегодня с приятной новости. У Дениса Спецова родилась дочка. Об этом в своем инстаграме сообщила жена олимпийского чемпиона Ксения. Прокомментировала супруга радостное событие так. Да, решила, видимо, порадовать папочку в такое непростое время. В это же время Международная Федерация Дзюдо разрешила российским борцам участвовать в соревнованиях мирового уровня. Эта организация тоже объявила об отмене всех соревнований на территории нашей страны, но посчитала санкции в отношении всех российских спортсменов неоправданными. Об этом говорится и в официальном заявлении Федерации. Мы не можем осуждать спортсменов за происходящее. Поэтому в соответствии с олимпийской хартией и ее основополагающими принципами мы предоставим российским спортсменам возможность участвовать в мероприятиях IGF под флагом и гимном IGF. Санкции против российского спорта коснулись и ледолазов. Международная Федерация Альпинизма отменила этап Кубка Мира, который должен был пройти в Тюмени и заявила о досрочном завершении соревновательного сезона. Было два предложения, то есть отменить или перенести. То есть это было на... перенести такой старт невозможно, потому что сезон заканчивается в марте и следующий сезон начинается в ноябре. У нас так не положено, то есть это не круглогодичный вид спорта. И в законе следующий старт тоже почти нереальный. Это делается за год. Но заключительные старты сезона в Тюмени все же пройдут. В областной столице медали сразу нескольких турниров разыграют 50 россиян. Это Кубок Федерации Альпинизма России, Кубок Тюменской области и тренировочные мероприятия впоследствии, ну, дальше, на целую неделю. То есть вот по такому у нас люди сразу такие, о, это классное решение, это здорово, мы еще и потенируемся в конце сезона. И самое классное, что на этих кубках будет отбор, ну, еще одного человека, мальчика и девочек на следующий год в сборную страны. Кубок Федерации Альпинизма страны пройдет с 4 по 6 марта. Кстати, ограничительные меры введены не только против спортсменов. Например, Международная Федерация Кошек заявила, что с 1 марта и по 31 мая ни одна кошка, хозяин, который живет в России, не может быть допущена на какую-либо выставку за пределами РФ.